Добрый вечер! Мы сегодня хотим вам рассказать о таком экзотическом фрукте, как помело. Мы его купили в АТБ. Где-то мы заплатили 65 гривен, но килограмм где-то получается за 39 гривен. Здесь получилось больше килограмма. Я хочу сказать, что раньше в супермаркетах не продавали такие фрукты, как помело. И обычно, я знаю, их продают в супермаркетах на рождество. Так как сейчас новогодние праздники, то они поступили в супермаркеты в Украине, такие как АТБ. Я хочу сказать, что это большой такой цитрус из рода цитрусовых грейпфруктовых. Но, конечно, он гораздо более по габаритам, нежели обыкновенный апельсин или грейпфрут. Поэтому они завезены из Китая. Вот даже написано здесь на этикетке. Продюсер в Чайна. Вот видите, да? И здесь такая же инструкция, как можно резать. То есть здесь указаны разные способы нарезки. Его можно резать любым способом. Прежде всего, я хочу сказать, что это очень полезный фрукт. В нём очень много витаминов. И даже рекомендуют его есть для профилактики онкозаполиваний. Если человек будет кушать помело иногда, то его клетки, раковые клетки, не будет дальше размножаться. Также это очень полезный фрукт при сердечных заболеваниях. Он питает сердечную мышцу. В нём очень много витаминов. Больше всего витамина С. Это укрепляет иммунитет человека. Особенно период обострений, заболеваний, таких как грипп. Зимний период. Также много других витаминов. Сейчас мы будем начинать его резать. Прежде всего, мы берём нож. Убираем вот эту такую защитную сеточку. Убираем полностью. Очень легко она снимается. Видите, он находится сейчас под плёнкой. В принципе, плёнку снимать не обязательно. Но, конечно, можно снять её. Сейчас мы берём эту плёночку. Вап, похоже, пошёл такой вот необычный. Так, всё, сняли плёнку. Теперь мы будем его нарезать. Берём обыкновенный нож. В принципе, его можно резать любым способом. Нет конкретного способа. Мы решили для удобства его резать вот таким путём. Вот так, пополам. Кстати, хочу сказать, что, когда Вы будете выбирать по-моему в супермаркете, желательно выбирать фрукт габаритом побольше. В нём будет больше сока. Если Вы выбираете поменьше, там будет больше кожуры и будет меньше содержимого. Поэтому продолжаем его нарезать таким способом. Разрезаем. Смотрите, какой он выксул. Видите? Теперь нарезаем его опять на две части. Так. Вырезали. И эту часть также нарезаем сейчас на две части. Вот так получилось. Теперь нарезаем так же для удобства. Его на две части. Вот так. Вы не переживайте, там сока, принципы, из него не будет сильно много выливаться, потому как сок не выливается. Он суховат достаточно для сока. Вот так. Вот видите, какой он получается. Вот там так же кашица. Такая. Сейчас мы нарежем вот эту часть. Вот так. Вот. У нас остается последняя часть. Нарезаем вот так. Вот, смотрите, какой он получился. Видите? Вот это всё полезное вещество. Это шкурка такая толстая. Потом мы берём вот эту шкурку. Очень просто отделять вот так. Смотрите, вот очень просто. Такая толстая кожура получилась. И потом всё очень просто. Вот так можете его брать. И очищаете вот эту шкурку. Вот это самые такие вкусные, полезные вещества. Потом вот так нарезаете. И обыкновенно вот можете уже вот так вот просто брать его и кушать. Ммм, очень вкусно. Он не кислый, он не сладкий. Он такой очень приятный вкус. И в нём очень много полезных веществ. Поэтому всем рекомендуем покупать помилол и кушать. Насыщать свой организм полезными веществами. Всем спасибо за просмотр. За внимание. Всё. Всем желаем удачи. Спасибо за внимание. До свидания.